Продолжение следует... 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 8-1 об основных нелегитимных президентом СССР Михаилом Горбачевым, должность которого не предусмотрена в Конституции СССР 1977 года. В Казахстан СССР захват народного достояния был начат с ничтожного постановления Верховного Совета Казахстан СССР об основных направлениях разгосударствования и приватизации государственной собственности в Казахстан СССР от 16 февраля 1991 года. Совершено изъятие общего и неделимого народного имущества в доверительное управление с передачей прав иностранным компаниям. Все законодательные акты, постановления, распоряжения и прочие документы начали сдаваться иностранными консалтинговыми компаниями. И в их интересах о идеологическом и нравственном воспитании человека подверглось влиянию стремительно появившимся в огромном количестве прозападных средствам массовой информации. В интернет-издании факультета Академии юриспруденции Адерет Каспийского общественного университета опубликован под лоб. Закон Казахско-Советско-Социалистической республики от 24 апреля 1990 года. Об учреждении поста президента Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию основной закон Казахской ССР, в котором отсутствует сообщение об имени подписавшего председателя Верховного Совета Казахской ССР, в котором 24 апреля 1990 года был Назарбаев. Мужцентар Михайлович подписан, подписан и подписался. Очередным подлогом было некое восстановление Верховного Совета Казахской ССР. от 25 октября 1990 года номер 307-12 о декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. В интернет-издании факультета Академии юриспруденции Адерет отсутствует сообщение о том, кем оно подписано, несмотря на то, что согласно статьям 97-103 Конституции Казахской ССР, 1978 года уполномоченным лицом является председатель Верховного Совета Казахской ССР, которым на тот момент якобы был Адсанбаев Ерик Мазонович. Подписан и подписался. Все электронные документы, именуемые так называемыми нормативными правовыми актами РК, кодексами, законами, подписанным руководителем Департамента формирования баз данных царь Юлиана Георгиевна, а потому не имеют правовой основы, юридической силы и ничтожные документы, удостоверяющие личность, выдаваемый бизнес, идентифицированным юридическим лицом Министерства внутренних дел торга, которые всего лишь являются проездными машиносчитываемыми документами, изготовленными в соответствии со стандартами и требованиями Международной организации гражданской авиации. Ведь это они не содержат в своих наименованиях полных словосочетаний удостоверения личности гражданина Республики Казахстан и паспорт гражданина Республики Казахстан. Несмотря на то, что эти буквально словесные наименования указаны в статье 6 проекта закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года, номер 73-5, о документах, удостоверяющих личность, подпункт 5, статьи 7 этого же проекта, указывает об обязательных сведениях и гражданстве, в которых отсутствуют удостоверения личности, а в паспорте англоязычный термин подменен на националити, национальность, а в отходе 1, функта 1, статьи 22, гласит о недействительности документов, удостоверяющих личность, в случае отсутствия в них данных сведений. Ко всему прочему, термин националити, национальность используется в морском торговом праве в статье 91 Конвенции ООН по морскому праву и в статье 11 проекта закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года, номер 284, а торгово мореплавание и означает национальность в суде. Юридическая энциклопедия, современный экономический словарь, финансовый словарь. В корпорации Республика Казахстан термин «национальный» используется в послевместных взамен термина «государственный». Национальные реестры, идентификационных номеров, Национальный удостоверяющий центр, Национальный фонд, Национальный архив, Национальный центр тестирования, Национальный центр экспертизы, Национальный центр аккредитации, Национальный стандарт, Национальный классификатор, Комитет национальной безопасности, Министерство национальной экономики и Национальный банк со всеми национальными, со своими национальными валютами. Эти термины, как и цвет флага и герба РК, тоже указывают на морское торговое право. Бизнес-идентифицированное юридическое лицо Национальный банк Республики Казахстан является центральным, а не государственным, при этом участвует в управлении корпорацией Республики Казахстан. Национальная валюта – это всего лишь платежное средство, денежные знаки Национального банка РК, а не деньги и государственные казначейские билеты Государственного банка, обеспеченные золотом, драгоценными металлами и другими активами. Изготовление первого выпуска тенге осуществляла британская компания. В стране-изготовители Великобритании тенге были признаны лучшим экспортным товаром. Президент корпорации Республики Казахстан Назарбаев посещал Бутинск-Менский дворец Елизаветы II 9 раз в 1991, 1992, 1994, 1997, 2000, 2006, 2012, 2013 и 2015 годах. На территории Казахстан действуют британские местные компании. Две последние из которых являются членами Совета иностранных инвесторов при президенте РК. Британская владеет 49% акций казахстанской авиакомпании Air Astana. Манипуляции по продвижению педерастии и иных извращений, именуемых сексуальной ориентацией и гендерной самоидентификацией, направленных на расчеловечивание и уничтожение нравственных ценностей и семьи, а также снижение рождаемости стали распространенным явлением, непресекаемым структурами Страстовой корпорации Республики Казахстан, что является способничеством распространения этих местностей. Более успешная система советского образования подменена суррогатом по зарубежным стандартам, деструктивными учебниками и высшее техническое и профессиональное образование стало инструментом по излечению финансовой прибыли. Продукты питания не соответствуют советскому ГОСТу, прилавки завалены товарами, представленные опасности для жизни и здоровья народа. Некогда бесплатная медицина стала бизнес-отраслью, для которой общественность собирает финансовые средства на лечение детей и взрослых. При этом бизнес-индифицированные юридические лица Министерства здравоохранения РК и Комитет санитарно-эпидемиологического контроля и надзора МЗРК и территориальные подразделения при соучастии других юридических лиц корпораций РК и под управлением глобальных сионистов, банкиров, ВОЗ, фарминдустрии и других глобальных выгодоприобретателей осуществляли некие мероприятия по противодействию распространению несуществующего COVID-19, сопровождая это карательными административными мерами в отношении тех, кто не уверовал в коронавирусную идеологию. Принуждали к участию в клинических испытаниях препаратов, именуемых фарциной. Юридические лица корпорации РК, именованные государственными, имеют БИН, номер идентификации бизнеса, в котором на месте пятой по счету цифра 4, как и УТО, АО и прочих субъектов бизнеса, четверка означает юрлицо, резидент. А само слово «дивидент» это юридическое или физическое, зарегистрированное в данной стране в качестве налогоплательщика. По датам первичной регистрации, ниже упомянутых юрлиц, очевидно, что они осуществляют управление имуществом государственных органов Советской Республики, ГУ, Верховный суд Республики Казахстан, БИН, 81-12-4-5-0-18, дата первичной регистрации, 01-12-1981 год. Эти бизнесы, идентификационные и юридические лица корпорации РК, зарегистрированы в реестре американской компании «Донтен Донстейд». Каждому субъекту бизнеса присваивается уникальный 9-значный цифровой код, дон, номер системы цифровой идентификации объектов бизнеса. Поставлены визы у каждого изъятого паспорта гражданина СССР, у каждого факта геноцида есть должностные лица с именами, совершившие должностной подлог, и они обязаны осознавать свое ответственное за содеянное. Мы, вольный и свободный народ, мужчины и женщины, трудящиеся жители города Петропавловска, север Казахстанской области, ввиду эффективности правовой основы корпорации «Испублики Казахстан», ввиду создания неблагоприятных условий для жизни народа, а также по причине недееспособности и бесчестия ее агентов, заявляем полное недоверие всем учредителям и служащим системой управления нашим достоянием и ресурсами. Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет, напоминаем о неизбежности сохранения всеобщего, неделимого народного достояния, о неизменности гражданских, имущественных прав на своей родной земле и возрождаем Народный совет трудящихся города Петропавловска, север Казахстанской области. Решение принять созданную печать Народного совета трудящихся города Петропавловска в красном стелении. Так, с удостоверением тоже все знакомы, да, вители? Так, вопрос номер 10. Принятие проекта удостоверения участника Народного совета трудящихся города Петропавловска. Кто воздержался? Есть? Протокол составлен в одном экземпляре. Копии протокола, выданные участникам Народного Собрания, по желанию определенное количество копий данного протокола будут отправлены в бизнес, идентифицированным юридическим листом Корпорации Республики Казахстан. Эй, много или мало, бед повидала моя страна. Эй, много или мало, кружила над ней вороньё. Стань рядом со мною, и вот для защиты моя спина. И я не уйду, это отечество моё, потому что никто кроме нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова